Дорогие минуты нам Бог даровал, мы увидели братьев и сестер, а Иисус дорогой с нами быть обещал, дадим Ему сердце простор. Слава нашему Господу, братья и сестры, что мы сегодня находимся на этом месте, где Господь пребывает здесь с нами. Он желает благословить нас, потому что оно, благословение Божие, оно обогащает и печали с собой не приносит. И вот мы сегодня еще и еще раз можем петь имени нашим и прославлять нашего Господа Иисуса Христа, который спас нас. И мы читаем, родить же сына, ибо ныне родился вам в городе Давидово Спаситель, который есть Христос Господь. Много было рождено детей, много было рождено младенцев в городе Вифлееме, но главное родился Спаситель мира. И Он спас нас, братья и сестры, чтобы мы могли иметь жизнь вечную, и чтобы мы с вами могли иметь общение здесь, на этом месте, потому что Он пребывает здесь с нами Духом Святым, Он благословляет нас, и Он учит нас и направляет нас в небо, чтобы мы могли правильно поступать здесь, на земле, и имя Его, чтобы прославилось. И, как я уже сказал эти слова, дорогие минуты нам Бог даровал. Братья и сестры, дорожите этими минутами, которые Господь сегодня нам дарует. Он дарует нам здоровье, силу, Он дарует нам все необходимое, чтобы мы только пребывали в Доме Господнем, не только утром в воскресный день, но и на вечернее собрание, и в среду, чтобы, как Давид пишет, «К дивным Твоим все желание мое, если мы любим друг друга, то мы у нас все желание быть вместе и разделять печали, горе, и все остальное быть вместе, когда народ Божий собирается для того, чтобы молиться Господу нужды святых». И Господь отвечает, Господь, вот мы молились за больных братьев, сестер, и Господь сегодня благословил так, что они сегодня здесь с нами, и мы радуемся, видя лица друг друга, и прославляем Его святое имя. Давид в своем псалме, и, как мы слышали, брат Андрей читал, там он напоминал нам и в 50-м псалме, в 12 стих Давид говорит, «Сердце чистое сотвори во мне Божий Дух правый, обнови внутри меня». Мы сегодня будем с вами рассуждать о том, что входит в наше сердце, какие предупреждения Господь говорит сегодня каждому из нас, чтобы мы особенно обратили внимание на те слова. «Берегись, чтобы не вошла в сердце твоя беззаконная мысль». Вот эти слова предупреждения Бог не раз говорил своему народу, Израилю, которого он благословлял, которое он вел, хотя Израиль не всегда был послушным Господу, но он Господь своей милости, он вел и предупреждал. И он также предупреждает в 6 главе, 12 стих, обращаясь к ним, «Тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Как важно нам эти слова, братья и сестры, потому что нас Господь вывел из дома рабства, там из этого греха мира, и поставил на этот новый путь, где мы, и как мы уже считаем, что родился Спаситель мира, Спаситель, который проявил вот эту любовь к нам, который спас нас, и сегодня как важно нам прославить Его имя. И в 6 главе здесь Моисей заповедует бояться и любить Бога на их новой земле и научить этому своих детей. Мы видим, братья и сестры, Господь сегодня хочет, чтобы мы не только сами, но и наши дети, и наши внуки могли прославить нашего Господа. И зададим вопрос, где они сегодня находятся. Пусть Господь нас благословит и даст нам силы выслушать вот эти слова, которые Бог говорил некогда через Моисея, израильского народу. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Берегись, это значит, будь осторожен в своих путях и в своих отношениях. И вот это ответственное предупреждение Божье, братья и сестры, оно показывает нам, что человек может контролировать не только свои действия, но и свои мысли. То есть наша душа, вот это наше «я», оно в состоянии проверять аппарат нашего мышления и вносить свои коррективы. Как важно, чтобы мы с вами могли, как я уже сказал, Давид говорит, «Сердце чистое сотвори во мне, Божий Дух правый обнови внутри меня». Вот это желание, братья и сестры, оно нас приводит к тому, что к Богу, потому что Бог знает мысли сердца человека. Он знает мою мысль, Он знает вашу мысль, о чем вы сейчас сидите и думаете. Он знает всех нас. И сегодня важно, чтобы наши мысли и наши действия, они были направлены для того, чтобы прославился наш Господь Иисус Христос. И Давид говорит, «Ты знаешь» в 138-м псалме 2-й стих, «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, ты разумеешь помышления мои издали, иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе». Давид знал, что Господь пребывает с ним, что он верой своей уповает только на Господа, только в нем он находит утешение для своей души. И он здесь нам описывает, «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, ты знаешь, Бог знает, когда мы утром просыпаемся, какие наши планы на день, он знает наши мысли, он знает все, потому что он вездесущий и всемогущий, и он пребывает в сердцах наших, он знает то, что еще мы не знаем, что случится в этот день, но он все знает и благословляет, он хочет, чтобы мы с вами берегли, чтобы не вошла в сердце наша вот эта беззакония мысль». И дальше Давид говорит также в этих, в 93-м Псалме 10 и 11 стих, «В разумляющие народы неужели не обличит? Тот, кто учит человека разумению. Господь знает мысли человека, что они суетны». И мы здесь также, вот нам, Псалмопевец, он доказывает тем, что Господь сегодня хочет нас научить, чтобы Он хочет нас научить и вразумить нас, и обличить нас, пока мы здесь есть время благоприятное, пока мы здесь есть день спасения. Тот, кто учит человека разумению, как хорошо, когда кто-то подскажет, правильно подскажет пути нашего действия или пути нашей мысли. Господь сегодня указывает нам, что Он желает нас наставить и нас научить и обличить. Готовы ли мы сегодня принять это обличение и наставление? Готовы ли мы, чтобы Господь нас наставил? И для Бога нет тайного нашего внутреннего настроя. Ему известно, о чем мы думаем, и Он судит наше мышление, мы здесь считаем. И апостол Павел, послание к евреям, в 4 главе 12 стих, пишет такие слова, «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Как необходимо помнить, братья и сестры, вот это Слово Божие, когда мы читаем Его, когда мы вникаем в Него, как оно проникает в наше сердце и в наш разум. Знаете, когда мы кушаем что-то, и есть горчица, есть так называемый хрен, и когда мы много возьмем, и это, оно нас пробивает, кажется, и я вспоминаю всегда, когда оно пробивает до мозгов, до этого, когда много возьмешь этого. И вспоминаю вот это Слово Божие, «Ибо Слово Божие живо и действенно, острее всего меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов». И вот, братья и сестры, такое Слово Господне, и как мы действуем, когда оно нас обличает и наставляет, и мы должны благодарить нашего Господа, что Он еще дает нам милость свою в обличении и наставлении. Только бы мы приняли Его, мы часто молимся, «Господи, обличи того или того, братья и сестры, надо обличение принять». Господь обличает, Он наставляет. Но как мы способны принимать эти обличения, как мы способны принять вот это наставление Господне? Однажды фарисеи же услышавшиеся сказали, «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Виэльзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившее само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся, сам в себе не устоит». Мы видим, Иисус Христос видел вот эти мысли, вот эти мысли этих фарисеев, и Он сказал им, сказал им так, что на нашем языке, мы сказали, «Все расставил на свои места, братья и сестры». Бог знает мысли человека, Он знает, я еще раз повторю, мысли мои и ваши, к чему они стремятся. Наши мысли, наши помысления, они характеризуют человека и его действия. И Библия нам говорит в притчах 23 глава 7 стих, «Потому что каковы мысли в душе его таков и он? Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою». Оказывается, мы видим, что здесь не то, что мы видим, но что гнездится в нашем сердце, в нашем разуме, он определяет состояние человека. Потому что человек может улыбаться, но быть суровым, быть страшным, добрым или злым. И мы знаем, что семейство кошачьих, вот эти рыси, барсы, тигры, у них вид такой, знаете, как улыбающийся. И они такие приятные на вид. И однажды, когда я был еще юношей, жил в Калининграде, один человек пришел в зоопарк, выпивший, и ему так понравился тигр, что он протянул руку и хотел его погладить. И за один момент он лишился по локтя руки. Вот такие последствия, братья и сестры, они и у человека, кажется, на вид человек улыбается, на вид человек как-то имеет такой вид, но как он страшен внутри. И сегодня Слово Господне говорит, чтобы сердце наше соответствовало нашему виду, чтобы мы с вами не были как некогда. Ирод обращается к этим, к мудрецам и говорит, идите поклонитесь, идите выведайте и поклонитесь, и далее я пойду поклонюсь. Но желал ли он поклониться Господу? Конечно, нет. Но он говорил с таким лицом, как будто видом, как будто он желает поклониться Господу. Братья и сестры, лукаво сердце человека, и крайне испорчено Библия говорит. Поэтому пусть Господь нас благословит и в этом отношении. Дела же, братья и сестры, это плод нашего мышления. Наши дела, как мы размышляем, так мы и поступаем. Они расскажут нам, что мы думаем, о чем рассуждаем. И Христос ненапрасно сказал вот эти слова. По плодам их узнаете их. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Евангелие Матфея, 7 глава, 16 и 18 стих. Он сегодня желает, чтобы мы с вами приносили плоды нашего сердца, приносили плоды наших уст, чтобы мы были очищены от всего неугодного, что не славит нашего Господа. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление, это оскверняет человека. Христос указал на те качества, Он указал на эту нашу кладовую, которая является сердцем человека, наш человеческий характер. Он говорит, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление, вот это оскверняет человека. Как важно нам, братья сегодня и сестры, помнить, что нас оскверняет, и не идти этим путем греха, но чтобы мы могли различать дела наши, по делам ли мы, по мыслям наши поступаем. Часто мы много говорим вспыльчивости своей, но после, когда мы обдумаем, мы сами себе говорим, ну что я наговорил, что я наговорил брату или сестре в таком гневе, и дальше, когда Господь обличает нас, мы просим прощения и наводим правильное отношение с Господом и с тем братом или сестрой, которого мы, может быть, огорчили. И аппарат нашего, к сожалению, и аппарат нашего мышления, братья и сестры, мышление тела использует часто сатана. Он дезориентирует человека действия мыслями. Как вы скажете? И вот Евангелие от Иоанна, 13 глава, 2 стих. «И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Искариоту предать его». «И во время вечери, когда дьявол уже вложил». Братья и сестры, во время вечери дьявол пришел к Иуде и вложил в сердце его предать Иисуса Христа. Сатана использовал Иуду для того, чтобы предать Иисуса Христа. Он использовал также и Петра, братья и сестры. Когда мы читаем Евангелие Матфея, 16 глава, 21-23 стих. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, Сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Оказывается, братья и сестры, можно думать, служа Иисусу Христу, можно думать о человеческом, но Он говорит, «Отойди от меня, Сатана, потому что настало время, настало такое время, что мне необходимо это исполнить, а ты меня отвлекаешь, ты меня хочешь, чтобы я не совершил план спасения, и здесь Он говорит, «Отойди от меня, Сатана, потому что ты мне как бы преграждаешь путь тому, чтобы я шел на страдание и смерть». братья и сестры. Третий пример мы видим, когда вот это дьявол, Сатана использует Ананию и Сапфирой. Мы все знаем, женой Сапфирой. И Деяния святых апостолов, пятая глава, третий стих, мы читаем такие слова, «Но Петр сказал Анания, для чего ты допустил Сатане вложить в сердце твое мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» Мы видим здесь, что и как много сегодня мы слышим проповедей, на этом месте, если бы Анания и Сапфира сказали, «Петру вот у нас, нам надо часть имения, и так справедливо они могли обратиться, нам надо эти средства для того, для пропитания или еще для чего-то». Но мы видим, что они сокрыли, братья и сестры, как важно нам, нашим чистым сердцем, Господь видит, и наш друг перед другом, как важно нам открывать наши сердца и служить Ему, Ему от чистого сердца, потому что мы видим, что Анания, для чего ты допустил Сатане вложить в сердце твое мысль, солгать Духу Святому? Когда мы допускаем, братья и сестры, Сатану в наше сердце? Тогда, когда мы не молимся, не борствуем, потому что Христос сказал, «Борствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение», когда мы расслабляемся в этой жизни, тогда Сатана, он занимает место, и он руководит нашими мыслями и нашим сердцем. Любовь к деньгам, она переходит все границы для того, чтобы человек мог или христианин мог согрешить. Поэтому как важно быть осторожным и в этом искушении. Бог предостерегает нас, берегись, Он говорит, берегись, и мы знаем, когда что-то нам говорит, берегись, береги себя, потому что жизнь твоя в опасности, и Бог предостерегает нас и говорит сегодня, берегись. Богу известны пути искушения и колеблющиеся сердца человека, и вот почему Он предостерегает нас сегодня и говорит, берегись. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Бог разговаривал с Каином, Бог видел сердце его, наполненное злом, наполненное вот этим коварством на Авеля, и Бог предупреждал. Он сказал, «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Брат, сестра, слушатель, почему ты сегодня огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица?» И действительно, когда мы можем, все у нас в порядке с нашими домашними и ближними, и у нас все хорошо, мы поднимаем наше лицо, мы радуемся, мы благодарим Господа, но здесь Господь останавливает. Если у нас какой-то грех, то нам необходимо поднять свой взор к небесам, и Давид говорит, «Возвожу очи моих горам, откуда придет помощь моя, помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Помощь, братья и сестры, придет от Господа, когда мы с искренним сердцем обратимся к Нему в молитве покаяния и попросим Его прощения и благословения для того, чтобы Он простил. И однажды Господь, Бог, обращаясь к Своему народу, сказал такие слова, и это книга Иеремия, 4 глава, 14 стих. «Смой злое сердце твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли». Бог в Своей любви обращается к Своему народу, который грешил против Бога, и говорит, «Смой злое сердце твоего». Братья и сестры, если у нас зло сегодня в нашем сердце, Он обращается к нам, к народу Божьему, если зло присутствует в церкви нашей, то Господь обращается, чтобы мы смыли «Смой злое сердце твоего». Чем мы можем смыть? Апостол Павел пишет, что кровь Иисуса Христа, Сына Божьей, очищает нас от всякого греха. Сегодня Господь дает нам эту возможность каждому смыть свой грех и свое сердце, проверить свое сердце, чтобы оно было чистое, и, как Христос сказал в Своей Нагорной проповеди, «Блаженно чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Как важно нам помнить, братья и сестры, что мы сегодня странники и пришельцы на этой земле, что перед нами вот этот, мы вступили в Новый год, вот эта чистая страница в нашей жизни мы пережили, слава Богу, и Рождество, и начали вот эту новую жизнь. А есть ли она в нашей жизни, обновилась ли наша жизнь в этом Новом году после Рождества Христова? Родился ли в нашем сердце Иисус Христос, который пребывает всегда с нами и желает благословить нас? Беззаконная мысль, Богу известные лукавые речи людей. И мы читаем Иоанна 12 глава 6 стих. «Сказал же это, он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор, он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали». И вновь мы вспоминаем Иуду, который пришел однажды в горницу и там увидел разбитый алавастровый сосуд, который женщина обывала ноги Иисуса Христа. Он сказал, «Ох, как бы это все продать и раздать нищим?» Но Библия говорит, он не заботился о нищих. У него было лукавое сердце, у него были лукавые мысли, братья и сестры, да сохранит нас Господь, чтобы мы не уподобились вот этому Иуде, который так сожалел, что не раздал нищим, но он заботился о себе, чтобы больше церковного, больше того приобреть для себя, чтобы как-то нажиться на этом, на Божьем. Беззаконная мысль, как я уже сказал, и Богу известны лукавые речи людей. Как важно, чтобы мы сегодня освободились от этого лукавства, чтобы в нашем сердце не было лукавых мыслей. Вот как Бог видит человечество и описывает Исаия в 32 главе 6-8 стих. Исаия 32 глава 6-8 стих. Ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа, душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего, у коварного и действования гибельные. Он замышляет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи. Бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав, а честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно. Вот здесь Бог показывает вот этого греховного человека, который запутался, который живет во грехах. И мысли человека, они подобны состоянию под камнем, когда мы, бывает, что большой камень отвалим и под нем там черви, букашки и прочее. Вот так сегодня сердце человеческое, которое живет во грехе, которое наполнено грехом. Но, братья и сестры, Бог есть свет, и Он сегодня просвещает каждого, приходящего к Нему. И апостол Иоанн в первом своем послании пишет, 1 глава, 5 стих, «И вот благовествование, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. От света всегда тьма уходит. И лукавое от света также человеческое, греховное, оно убегает. Поэтому сегодня эти предупреждения, вот эти слова «берегись, чтобы не вошла беззаконная мысль» Господь говорит мне и каждому из вас. И пусть Господь нас благословит, чтобы мы с вами встали на стражу нашего мышления, отвергнули злые и греховные мысли, настроить себя на добрые помышления и поступать так, как говорит Господь. И тогда мы, как Бог сказал Каину, что когда делаешь добро, то поднимаешь взор. Братья и сестры, давайте и мы с вами поднимем свой взор к небесам. Будем радоваться. И апостол Павел к филиппийцам в 4 главе, 4 и 8 стих призывает нас о том, когда мы поправим свои светильники, когда мы поправим свое состояние с Господом и друг с другом, тогда он говорит «радуйтесь всегда в Господе». Еще говорю «радуйтесь». Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе и Иисусе. Наконец, братья мои, что только тщетно, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Пусть Господь нас благословит, братья и сестры, чтобы мы сегодня проверили себя. Каковы твои мысли? О чем ты думаешь сегодня? Берегись беззаконной мысли. Пусть Господь благословит всех нас. И мы с вами могли быть, прославить Господа достойно, потому что Он грешников не слышит. И Он сегодня говорит, чтобы мы с вами удалили из сердца своего все неугодного. И тогда мы будем знать, как обращаться к Господу, как Ему молиться. И Он пошлет благословение. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. И пусть Он прославится и возвеличится в этом, в нашей жизни и в нашем служении. Пусть будет Ему вечная слава. Аминь.